друзья всем привет совсем недавно на нашем канале мы сделали такой своеобразный рейтинг под названием топ-5 лучших пляжей россии где оценивали исключительно прозрачность и чистоту воды так вот комментариях нам написали а если у нас топ-5 пляжей самой грязной водой мы так подумали а почему бы не сделать в общем представляю вашему вниманию топ-5 пляжей юга россии самой грязной водой ставьте лайки отдыхайки подписывайтесь на канал начинаем в основу рейтинга мы взяли исключительно наш опыт и не брали во внимание фактором допустим наводнения шторм естественно на любом пляже в плохую погоду будет грязная вода но приезжая на следующие перечисленные нами пляже с большой степени вероятности вы увидите такую грязную воду как вы увидели мы и так под номером 5 у нас станица тамань первое мое впечатление прошел такой небольшой участок дна были камушки мелкие сейчас стою меньше чем по пояс и так на ощупь исключительно песок ну за нырнем посмотрим может все таки что нибудь да увидим готовы нырять вместе со мной тогда начинаем пляжи этой станицы находятся на территории керченского пролива который соединяет черные азовские моря всего автомане нам довелось побывать три раза и так сложилось что все три в самом конце лета возможно эта особенность данного места возможно нам так повезло ну показываем моря таким каким увидели своими глазами в целом автомане нам понравилось есть свои интересные места которые обязательно стоит посетить ну и конечно же мой традиционный отзыв ставим его даже этому пляжу водичка ну думаю все все видели сами но не настолько конечно мутно как казалось по поверхности все таки если убрать эти водоросли то три балла можно поставить хотя ну просто как в каком-то озере каком-то болоте купался но но как говорил поначалу мелкая галька потом песок а потом не знаю потом вот эти водоросли я как-то ну не знаю как это подобрать слова смущался в общем поставить ногу как-то страшно было вдруг там змеюка вылезет и укусит меня за ногу или бабайка схватит поэтому но даже не буду оценивать но и сам пляж если убрать вот эту дичь которая перед вами вот эти водоросли мелкая галька в принципе такое покрытие я люблю и еще раз скажу если не оценивать вот эти водоросли то поставлю 4 с плюсом ну такой отзыв все традиционно дай по поводу своего роста я его не скрыл вообще то есть я плыл потом мельче 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 глубина по пояс и вот эти водоросли даже не стал ногу ставить может там водоросли не знаю метр высотой там под водой ну вот такой вот отзыв все по чесноку все по справедливости у андрюхи мнения даже не будем спрашивать четвертое место город курорт анапа вот то про что я говорил ранее чтобы нормально начать нырять нужно пройти пройти большое расстояние через не самые приятные препятствия в общем такой своеобразный квест нужно пройти чтобы нормально искупаться в анапе во второй половине лета и сегодняшний день это действительно не исключение так здесь каждый год каждое лето начиная от середины июля и кончая в принципе концом августа вот отсюда пожалуй уже можно будет кое-как занырнуть глубина по пояс прошел наверно метров 40 ну чё готовы занырнуть вместе со мной посмотрим и убедимся какая здесь прозрачность и чистота воды а также какое дно из глубины ныряем погнали бонзай про этот курорт могу сказать что если вы приедете в июне то с большой степенью вероятности моря будет чистым и прозрачным но начиная с июля есть такое явление цветение водорослей причем на некоторых пляжах с характерным запахом болота с учетом мелкого дна чтобы добраться до более менее чистой воды придется преодолеть метров 30 но несмотря на это пляжи анапы в сезон просто переполнены и в одном из обзоров анапы я делал опрос отдыхающих девять из десяти сказали что им все нравится и они всем рекомендуют именно этот курорт и лишь один человек из десяти сказал что больше сюда не приеду мой традиционный отзыв ну про водичку как и предполагал как вы сами все видели грязная с водорослями могу поставить лишь три балла это это с натяжкой причем даже на глубине где я скрыл свой рост все равно грязная хоть немного почище но все равно грязная одно исключительно песчаная но попадается все тоже махна водорослей прям как ковром уложено четыре с минусом заодно ну и берег в анапе исключительно песчаный в принципе небольшой любитель песка больше люблю гайку ну если быть объективным поставлю 4 с плюсом принципе как однородное покрытие свой рост я скрыл окончательно метров через сто как заходил потому что сначала почти уже на цыпочках еле-еле доставал дна потом становилось еще меньше в общем окончательно метров сто точно я прошел такой отзыв все традиционно все по чесноку все как всегда на нашем канале надо деваться третье место керчь полуостров крым первое мое впечатление конечно действительно как-то прохладно одно исключительно песчаная по крайней мере пока ну что готовы нырять вместе со мной начинаем в этом городе полуострова крым много достопримечательностей которые мы рекомендуем посетить аджимушкайские каменоломни гора метридата и многое другое но вот чистого моря нам не довелось увидеть ни разу как вы догадались речь идет о центральном пляже города керчь для понимания всего мы были здесь пять раз довелось видеть воду в море как немного чище так и немного грязнее но в целом каждый раз картинка как на видео друзья предлагаю как всегда по традиции нашего канала оцените этот пляж начнем как всегда с водички и водичка конечно мутная желает лучшего но делая погрешность на песчаные дно и волны поставим 3 балла и ко всему сказанному про водичку скажу впервые в жизни меня ужалила медуза не та которую показывал на берегу в воде когда выныривал в общем зацепила теперь так пощипывает на спине змеюка медузна в общем за водичку поставим 3 балла но понравилось больше такой крупный ракушечник не прилипать к ногам заодно поставим 4 балла но и принципе такой же сам пляж поэтому также 4 балла свой рост я скрыл примерно метров через 15 как заходил и вот те буйки которые виднеются которые обозначают границу этого пляжа глубина там чуть больше двух метров поэтому нормально понырять вам не удастся в общем такой отзыв все традиционно все справедливо все как всегда на нашем канале второе голубицкая темрюкский район краснодарский край первые мои впечатления вода действительно теплая ну правда полный вот эти смущают не очень хочется идти купаться тут какая-то мошкара какие-то мухи плавают я не знаю не очень приятный факт реально что это какие-то челы тараканы муравьи непонятно с крыльями какие-то существа их очень очень много ну надеюсь поглубже будет почище и поэтому сейчас занырнем посмотрим все наглядно и заодно покажем вам погнали говоря в целом об азовском море где мы были не один десяток раз полный штиль видели лишь единожды это наткнулись на огромное количество огромных медуз которых по моим подсчетам было 45 штук на один квадратный метр конечно при сильных волнах тем более с песчаным покрытием дна не бывает прозрачной воды но опять же повторюсь что мы показываем так как видим своими глазами ну и говоря о голубицкой пожалуй здесь больше всего развлечений среди всех курортов темрюкского района и это объясняет популярность этой станицы как всегда дадим небольшой отзыв этому пляжу водичка как и говорил мутная грязная какие-то муки плавают по поверхности непонятно муравьи ли кто это поставлю лишь три балла одно одно из ракушечника принципе люблю вот таким покрытием удобно заходить поставлю четыре с плюсом ну а вот сама береги сам берег не очень люблю песчаный все таки предпочитаю гальку может быть к это субъективная оценка будет поэтому просто четверочка свой рост я сказал примерно метров через 70 и что касаемо купания в азовском море при таких волнах не всегда это безопасно есть такое явление тибун называется когда вроде бы волны двигаться в сторону берега обратным течением относят в открытое море испытал на себе в кучебурах когда купался год назад в принципе не поддался панике нормально умею плавать выплыл когда ногами начал доставать до дна то уже спокойно выгребал но все таки взялся на заметку и к сожалению несчастные случаи тоже имеют быть со смертельным исходом в том числе но такая оценочка вроде все традиционно все по чесноку все как всегда ну и под номером 1 обойдемся без барабанной дроби самая грязная вода которую мы определили поселок кучугуры при таких волнах если честно не особо хочется идти принимать водные процедуры раз есть это традиция на нашем канале показывать прозрачность и чистоту воды из глубины и также дно то не будем изменять традициям готовы нырять вместе со мной погнали расстояние от голубицкой до кучугур чуть более 30 километров и это объясняет что наш рейтинг возглавляют эти два курорта те медузы про которые рассказывал ранее мы встретили как раз кучу гурах когда приезжали сюда с ночевкой ночью поднялся шторм и медуза уплыли на глубину и вместе с ними исчезла чистая прозрачная вода этот курорт мы посещаем несколько раз в год здесь не так много развлечений как голубицкой ну в целом поселок очень уютный и сюда хочется вернуться ну и как всегда ставим небольшой отзыв к этому пляжу водичка конечно ну чё там говорить грязная мутная но при таких волнах рассчитывать на чистую воду думаю не стоит оцениваю сегодня могу поставить лишь три балла но ко всему сказанному кто не смотрел мой прошлый обзор кстати всем рекомендую посмотреть ссылка будет в описании на том пляже где мы купались прошлый раз про вчера то немерено медуз просто было сегодня они увидели ни одной медузы не на берегу не в воде это конечно большой плюс за одно но пища на за одну поставлю четверочку ну и принципе такой же сам пляж поэтому также 4 пола ко всему сказанному добавлю что свой рост я скрыл на метров через 70 даже при таких волнах и вообще азовское море славится тем что она в принципе идеально подойдет для купания с детьми но естественно не при таких волнах вот такой вот обзор вот такой вот отзыв все по чесноку все по справедливости все как всегда на нашем канале такой рейтинг у нас получился друзья не судите строго возможно вы с ним не согласитесь и приезжая на перечисленные нами курорты вы наблюдали более чистую прозрачную воду еще раз повторюсь что например кучугур это один из наших любимых курортов и такое грязное море в принципе не омрачает отдых также наверное как и в большинстве случаев на других курортах в рейтинг не попавил архивка кабардинка тоже зачастую можно увидеть грязную воду еще целый ряд курортов мы так перелопатили пересмотрели все обзоры которые мы делали не только за прошлый год но и позапрошлый позапозапрошлый даже как всегда в завершении понравилось поддержите лайком был лайками пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на канал колокольте колокольчик обнял приподнял поставил увидимся до новых эфиров пока пока отдыхайте тоже сижу с каналом папа может